Точки превратились в прямые, да, прямые превратились в точки. Дальше надо опять, значит, на сферу все это. Теперь, смотрите, у нас уже раньше были точки двух цветов, а теперь на сфере будут большие круги двух цветов. Понятно, да? И что нам нужно доказать? Что если есть система красных и синих больших кругов, причем нет такого, что здесь диаметр, прямая, через который проходят все эти полосы. Если такого нет, то в таком случае есть хотя бы одна точка, в которой пересекаются либо только синие, либо только красные. Вот, собственно, что утверждает эта теория. Что утверждает эта теория? Замечательно. Замечательно, да? Ребята, оказывается, что эта задача придумана по материалам в замечательной совершенно теореме каши о жесткости многогранника. Это отдельный и очень, на самом деле, интересный сюжет. Утверждение такое. Если есть выпуклый многогранник, и его грани изготовить из нерастяжимого жесткого материала, то мы получим жесткую фигуру. То есть, не обязательно фиксировать двугранные углы, они сами собой зафиксируются. Вот, если многогранник не выпуклый, это не так. Есть известные примеры изгибаемых многогранников. Их было очень трудно построить. Но, тем не менее, такие примеры есть. Их в явном виде можно посмотреть. Даже любят на всяких фестивалях науки приносить эти многогранники, показывать, как они, что-то, качаются. Но, если выпуклый, то каши в начале XIX века доказал, что такой многогранник абсолютно жесткий. И, ребята, основным пунктом в доказательстве теоремы Каши о жесткости многогранника является то самое подтверждение, которое я сейчас докажу. Только мне его надо переформулировать, потому что вот этого совершенно не хватает. Вот этот факт, правда, что есть в вершинной степени не больше, чем 5, он, конечно, верен, но мне его абсолютно не хватает. Поэтому сейчас придется мне сделать так. На шве есть граф, в котором рёбра двух цветов – синие и красные. Назовём переменой цвета ситуацию, когда у нас есть рядышком два ребра, одно из которых синее, а другое красное. Вот если на сфере есть точка, и представьте себе, туда-куда идут рёбра, 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 если есть два ребра именно рядом, не через одно, а вот именно рядом, то это назовём переменный цвет. Что значит, что в любой вершине сходятся обязательно несколько, или хотя бы даже два, но разного цвета. Вот представьте себе, красные и синие пересеклись. Сколько в этой точке будет перемен цвета? Четыре. Четыре. Если ещё больше сойдётся, может быть, их ещё больше будет. Так вот, Каши доказал такую теорему. У любого графа с V вершинами, рёбра, которая раскрашена в два цвета, количество перемен не превосходит 4V минус 8. Ребята, если бы в каждой вершине было 4 или больше перемен, то тогда количество перемен, вот это N, количество перемен, было бы не меньше, чем 4V. А, Каши доказал, что не больше, чем 4V минус 8, а 4V меньше, чем 4V минус 8, 4V минус 8. Это Лем Макаши доказывается практически так же, как я вот здесь вот сказал. Только здесь я вот так вот писал такое неравенство, а на самом деле надо работать чуть-чуть точно. Давайте это сейчас сделаем.